Здравствуйте! В эфире программа «В центре событий» в студии Галины Булгакова. Смотрите выпуски. Сообщение о ложном заминировании взбодоражило рабочий день в Сургутском военкомате. Сургутян познакомят с музейным калейдоскопом. Волейбольный «Газпром Югра» дал бой Кемеровскому Кузбассу. Сургутский военный комиссариат заминировали. Сообщение об этом поступило в полицию в районе 11 часов дня. На место в оперативном порядке стянулись стражи порядка, специалисты скорой помощи и сотрудники МЧС. Всех специалистов военкомата, посетителей ведомства, а также еще двух организаций эвакуировали из здания на улицу. На объект приехала и бригада кинологов, чтобы обследовать помещение. Сложности работе специалистов добавило то, что конкретного предмета неизвестный заявитель не указал. После проверки ничего странного и похожего на взрывчатку полицейские не нашли. Взрыв в жилом доме. В субботу вечером в одной из квартир пятиэтажки по адресу Республики 86 произошел громкий хлопок. Прибывшие на место оперативные службы зафиксировали, что балкон второго этажа значительно поврежден. Ударной волной выбиты оконные и балконные рамы. В результате ЧП никто не пострадал. Практически сразу криминальный характер произошедшего был исключен. В окружном управлении МЧС заявляют, что хозяйка квартиры якобы сообщила спасателям о том, что никаких взрывов в ее квартире не было. В сургутской полиции факт происшествия подтвердили. По предварительным данным городского управления, хлопок произошел от самопроизвольного срабатывания сигнальной ракеты, которая находилась на балконе. Впрочем, сейчас еще проводится проверка, назначена экспертиза, проводится опрос свидетелей. Решение о возбуждении уголовного дела либо отказе пока не принято. Впрочем, у пострадавшей стороны немного иная версия произошедшего. Взрыв произошел от запуска светошумовой ракеты. Ракета попала либо сбоку, либо спереди балкона. Произошел взрыв. То есть при взрыве вылетел тройной стеклопакет пластикового окна, погнула дверь и все осколки пролетели в квартиру. Итоги всего пока, не знаю, пока идет разбирательство, то есть заведены уголовные дела по поиску людей, которые это сделали. Будем надеяться, что в ближайшее время все это разрешится в лучшую сторону и те, кто это сделал, будут наказаны по закону. Два ребенка, пострадавших в декабре прошлого года в автокатастрофе под Ханты-Мансийском, доставлены специальным самолетом МЧС в Москву. Девочки пройдут лечение и реабилитацию в российской детской клинической больнице. Югорчанок отправили в столицу в сопровождении родителей. Сейчас в окружной клинической больнице Ханты-Мансийска на стационарном лечении в травматологическом отделении находится одна взрослая пациентка. Она проходит реабилитацию после полученных травм. Страшная авария произошла 4 декабря. Автобус, перевозивший детей, спортсменов и тренеров, ехал из Ханты-Мансийска в Нефтьюганск и столкнулся с грузовиком. В этом году погибли 12 человек, 10 из них дети. По данному факту возбуждены несколько уголовных дел. Мы видим огромную работу, которую наши коллеги сделали. Безусловно, это общими усилиями и многие специалисты ведущих лечебных учреждений Минздрава здесь работали и лично, принимали участие и по телемедицине. Безусловно, как бы кто ни консультировал, но всю ответственность и все важнейшие шаги сделали непосредственно именно врачи этого учреждения. Новый глава ГИБДД Сургута Юрий Бажин дал первое интервью в новой должности нашей телерадиокомпании. Полностью его можно увидеть на канале Сургут 24. Руководитель госавтоинспекции был представлен личному составу еще 19 декабря. До этого ГИБДД на протяжении полутора лет, по сути, возглавлял заместитель начальника Евгений Духовников. Новый глава возглавлял аналогичное ведомство в соседнем Нефтьюганске с октября 2014 по декабрь 2016, а до этого трудился начальником отделения технадзоров ГИБДД Сочи. Если взять местных водителей южных, они немножко темпераментней, чем местные жители в стиле вождения. В плане соблюдения ПДД водители города Сочи, Краснодарского края, не сильно отличаются от водителей Югры и, в частности, города Сургута. Прошедшие морозы, по словам руководства ГИБДД города, помогли добиться снижения аварийности на сургутских дорогах. За первые 10 дней 2017-го аварии зафиксировано на 15% меньше, чем за тот же срок, но годом ранее. Люди в большей части решили поберечь свои автомобили. Говоря о предстоящих изменениях в работе сургутской инспекцией, Юрий Бажин отметил, что приоритетом станет борьба с колейностью. Сейчас в городе осталось 23 таких опасных участка. На устранение дефектов ГИБДД выдало представление владельцам дорог, информация передана и в прокуратуру. Больших изменений, я думаю, резких в работе сургутского отдела ГИБДД не предвидится, но планомерно работу подразделения мы будем менять. В частности, что касается города Сургута, как проблемный вопрос, вот как я увидел проблему, которая связана с уличной дружной сетью, это с колейностью в городе. Это, на мой взгляд, первоочередная задача, которую нужно решить в городе. Югра вошла в список регионов, где максимально снижена вероятность возникновения аварий на объектах теплоснабжения. Такую информацию обнародовал министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень на совещании правительства страны и президента Владимира Путина. Наша автономия стала также передовиком в использовании концессионных отношений в коммунальной сфере. Это форма государственно-частного партнерства, в рамках которой государственное имущество передается инвестору на определенный срок эксплуатации. Помимо этого, бизнес-структура обременяют ремонтом предприятий, однако после этого предприниматели получают право на доход от использования этого самого имущества. Благодаря применению этой модели в округе значительно снизилась аварийность на объектах теплоснабжения. Особые успехи в этом плане достигнуты в Когалыме. Он первым опробовал концессионную модель развития ЖКХ. Итоги неплохие для этого сектора экономики в этом муниципалитете. Реально претендующее на то, чтобы можно было использовать его для тиражирования в других муниципалитетах, потому что значительно снижены потери системы тепла и водоснабжения. Более тысячи будущих мам за прошлый 2016 год обследовали в окружном кардиоцентре с помощью современного УЗИ-аппарата для перинатальной диагностики. Напомню, он появился в лечебном учреждении полгода назад. Таких машин в России всего несколько, а в Югре он и вовсе единственный. По словам специалистов, преимущество машины в программном обеспечении и сверхсовременном датчике. Этот комплекс позволяет врачу получить максимально точные данные о глубине, форме и деталях анатомической структуры ребенка. Эта информация нужна для того, чтобы выявить возможные пороки развития на самых ранних сроках беременности. И в зависимости от этого выбрать правильную тактику вынашивания и рождения малыша. Стоимость прибора довольно высока, более 20 миллионов рублей. Но эта стоимость оправдана высоким качеством получаемого изображения. Ведь самое главное, это качество пренатальной диагностики, которая позволяет нам рожать здоровых детей. За прошедший период эксплуатации этого прибора уже было обследовано более тысячи женщин. И практически 90% этих женщин диагноз был снят, и они родят здоровых детей. К реализации мероприятий приуроченных Году здоровья в Югре привлекут большинство департаментов окружного правительства. Об этом заявил главный врач регионального центра медицинской профилактики Алексей Молостов. По словам руководителя ведомства, в рамках тематического года планируется проведение ряда мероприятий, направленных на оздоровление югорчан. Среди прочего, популяризация здорового образа жизни, спорта и профилактика различных заболеваний. Планируется, что к реализации задуманного подключат департаменты культуры и спорта, образования, общественных связей и молодежной политики. Для департамента физкультуры здоровье это массовая физическая активность, ГТО-комплекс. Для департамента образования это подготовка детей, профилактика наркомании. Тема здоровья, она очень широкая, то есть это здравоохранение, это только часть этой темы. Робот всемогущий, победители огня и чудеса алхимической лаборатории. В Сургутском государственном университете состоялся день открытых дверей с показательными выступлениями. В гостях у учреждения были старшеклассники, возможно будущие студенты. Екатерина Любешева продолжит. Кто во что гораст рекламирует свой факультет. День открытых дверей в Сургу – отличный шанс для будущих абитуриентов погрузиться в атмосферу студенческой жизни и понять, какая профессия ему по душе. Демонстрация возможностей впечатляет. Чуть ли не смертельный номер с поджогом человека презентовал будущий специалист в области адаптивной физкультуры. Я сейчас провожу легкий поверхностный прием, называется поглаживание, чтобы подготовить кожу. После чего я перейду к выжиманиям уже, чтобы подготовить верхний слой мышц к самому огненному массажу. Что происходит далее, лучше один раз увидеть. Человека накрывают полотенцем, брызгают спиртом и поджигают несколько раз. Огненный массаж, как правило, прописывают спортсменам для прогревания мышц. Молодой человек, скажите, пожалуйста, вам не страшно было? Нет. Какие ощущения были? Ну, это непередаваемые ощущения были. Очень интересно смотреть со стороны и участвовать в этом. Такие масштабные демонстрации студенческих возможностей в Сургу устраивают ежегодно. Может быть, из ряда нового мы ничего и не показываем, но каждый год у нас, мы совершенствуемся, количество площадок по интересам, где мы пытаемся показать детям особенности той или иной профессии, или, может быть, просто знакомимся с какой-то профессией. Ну, и мы совершенствуемся, и, конечно, каждую профессию хотим показать самой лучшей стороны, самой интересной стороны. Собрать определенную конструкцию и даже получить за это сертификат от заведующего можно было у стенда кафедры радиоэлектроники. Представленная здесь компетенция называется «Интернет вещей». Макет «Умной теплицы» создал школьник Денис Власов, победитель регионального этапа Junior Skills. В свое изделие он строил датчики температуры, влажности, освещения, а также контроллер, управляющий их работой. Этой теплицей можно управлять из дома со смартфона. То есть не нужно ехать на дачу. Нет, конечно, на дачу ехать нужно, но при необходимости можно. То есть она может отследить изменение температуры, и вы дома можете это регулировать. Регулировать полив, открыть-закрыть проветривание и так далее. День открытых дверей в Сургу посетили не менее 400 человек. Кто не успел, у тех будет шанс наверстать упущенное уже на местах в институтах университета. В каждом корпусе проведут дополнительное профориентационное мероприятие. Екатерина Любешева, Гамзат Магомедов, Сургут, Интерновости. В Сургуте прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников. В ней приняли участие более 3000 обучающихся с 7 по 11 классы. Многие из них взяли золото, серебро и бронзу сразу в нескольких предметах. Так, порядка 180 человек заняли 225 призовых мест. Большинство участников это ученики гимназии номер 2, Сургутского естественно-научного лицея, лаборатории Салахова. Одна из них Мария Влада Карлова. Девочка заняла первое место в Олимпиаде по английскому языку. Я очень давно учу английский, практически с 4 лет. И для меня было очень важно поучаствовать в этой Олимпиаде и занять какое-то место. Я очень рада и буду стараться развивать свое знание английского дальше. Выставка «Музейный калейдоскоп» открылась в стенах Сургутского краеведческого музея. Экспозиция включает в себя более 500 предметов 50-х, 80-х годов 20-го века. Это подлинные игрушки, наряды, парфюмерия, косметика, галантерея, мебель, открытки, дембельские альбомы, даже настоящий мотоцикл «Восход». Вся коллекция объединена темой любимых семейных праздников. Многие из гостей выставки отметили, что большинство из представленных вещей они уже видели в гардеробе или в быту своих родителей, бабушек и дедушек. Выставка открыта для посещения вплоть до апреля. Очень сложно на самом деле выискивать предметы 50-х, 60-х лет 20-го века. Это улетело, это ушло. 70-е промелькнули, 80-е жизнь улетает, история крутится. Поэтому очень важно зацепить эти моменты. И если кто-то из сургутян придет на выставку и увидит какие-то предметы родные и близкие, и поймет, что у него тоже это есть, мы рады, мы будем благодарны, если вы принесете старую новогоднюю игрушку, какой-то атрибут или какой-то предмет из быта вашей бабушки, ваших родителей, мы скажем вам огромное спасибо, потому что это останется в культурной колодовой нашего сургута. В рамках выставки планируют проводить специальные акции к любимым семейным праздникам. Первое из таких мероприятий состоялось в канун Старого Нового года. Праздник в музее назвали продолжение банкета. Сюрпризом для взрослых стали квесты по хранилищу истории, где им пришлось активно вспоминать факты из своего детства для выполнения заданий. Гостей помладше заняли концертом и мастер-классами, также детям поведали историю возникновения традиций празднования Нового года. Деда Мороза, про снегурочку, елочку, украшения. Хорошо, когда Новый год празднуют дважды. Это самый первый праздник, и его придумал Петр Первый. В филармонии состоялся 12-й городской фестиваль детского и юношеского творчества «Рождество Христово». Мероприятие организовано сургутским благочинием, приходом храма Георгия Победоносца и городским культурным центром. Дети из воскресных школ показали театральные постановки о Рождестве, а также исполнили песни и калятки. Это мероприятие в нашем городе проходит ежегодно при поддержке местной администрации. И в эти святочные дни, конечно же, хочется всем пожелать Божьей любви, мира в семьях и, конечно же, исполнения Христовой радости, чтобы она пребыла в каждом сердце. Уверенное начало и проигранная концовка. Волейбольный клуб «Газпром Югра» в 15-м туре Российской Суперлиги принимал на своей площадке Кемеровский Кузбасс. Встреча должна была стать реваншем за гостевое поражение сургутян в игре первого круга. Как все вышло в итоге, знает Дмитрий Круковец. Ставки в игре были высоки. С одной стороны, «Газпром Югра», который всегда хочет выиграть, особенно перед своими болельщиками. Да и пополнение очкового запаса могло приблизить сургутян к группе лидеров. С другой стороны, Кузбасс, который ведет отчаянную борьбу за четвертую строчку с Белогорьем. Победа нужна была всем, но быстрее к ее завоеванию шел «Газпром Югра». И первая и вторая партии остались за нашей командой, что называется, с явным преимуществом. Красноречиво об этом говорит счет 25-18 и 25-17. Минимум брака, максимум концентрации и эффективности, что в защите, что в атаке. «Практически мы на всем не играли. И хочу сказать, что команда Сургут очень-очень хорошо играла на защиту. Очень-очень много мячей защищали. Мы это знали, но все равно я очень рад, что команда никогда не сдавала. Подождали наш шанс, начинали играть». Однако две выигранные партии – это не весь матч. Крупно уступив в третьем сете, сургутяне, казалось, отдохнув, сумели вновь навязать сопернику свою игру. Наша команда имела все шансы закончить матч в свою пользу со счетом 3-1, но череда собственных ошибок и усталость перевели борьбу в короткую пятую партию. В первую очередь эмоциональных сил для борьбы на тайбрейке у «Газпром-югры» уже не нашлось. Гости повели на старте этого отрезка в 8-1 и, по сути, к обязательной смене сторонами площадки решили вопросы победителям. 2-3 – поражение нашей команды. «Не хватило, наверное, физических кондиций на более длинную игру. То, что там третья партия не получилась, четвертой были впереди, опять же, сами растеряли все преимущество, всю концентрацию. А прежде всего не хватило, ну, скорее всего, да, физических кондиций. Они немного оказались лучше у «Газпром-югра». Следующую игру «Газпром-югра» проведет уже в ближайшую среду. В рамках 1-16 финала Кубка ИКВ сургутяне примут греческий олимпиакос. Дмитрий Круковец, Сергей Куликов, Сургут Интерновости. Впереди вас ждет еще прогноз погоды. Больше новостей по адресу indifisnews.ru. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Сургут Интерновости. Сургут Интерновости. Квартиры в современном московском жилом комплексе «Альтаир». Экономия на ЖКУ до 30%, трехуровневый паркинг, детская игровая площадка, автономное горячее водоснабжение. Жилой комплекс «Альтаир» — это выбор современного человека. Телефон отдела продаж в Сургуте 600-190. Один из крупнейших заводов региона по изготовлению металлоконструкций «Макрострой» предлагает панельные 3D-ограждения, кладочную сетку и металлоконструкции любой сложности. Вся продукция сертифицирована. «Макрострой» поможет существенно сэкономить время и деньги при строительстве объектов. Гарантия на всю продукцию до 50 лет. В магазине «Адам» новое поступление изделий из серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями. Большой выбор столового серебра, ручек, а также свежий ассортимент ювелирных изделий из золота. Улица 50 лет, ВЛКСМ, 3-2, телефон 377-877. И о погоде на 17 января. Здравствуйте в студии Алина Белявская. Во вторник погоду в большей части Западной Сибири будет определять теплый сектор циклона, насыщенный атлантическим теплом, плотными массивами облачности и снегом. А температурный режим на 10-15 градусов выше климатической нормы середины января. На юге региона из-за туч выглянет солнце и обойдется без существенных осадков. Ночью в Сургуте окрестностях переменная облачность без осадков. Направление ветра юго-западное 3-8 метров в секунду. Температура воздуха минус 15-20. Утром облачно с прояснениями без существенных осадков. На столбиках термометров около 18 градусов тепла. Днем с прояснениями существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура 10-15 ниже нуля. Мы просто продаем качественную обувь по доступным ценам. Сеть салонов «Саламандр». В салонах обуви «Саламандр» до конца января большая распродажа. Скидки до 50% на зимнюю обувь. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 767 миллиметров ртутного столба. Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам благоприятного дня. Будьте здоровы. До свидания.